Такой вопрос. У каждого из нас есть какое-то любимое занятие. Есть чем-то очень хочется заниматься. И наверняка не одно. Но есть какое-то такое занятие, на которое не хватает времени, и вас это расстраивает. Вот какое это занятие? Я очень люблю гулять. И на это не хватает времени? Я совершенно не могу вот два года уже пойти погулять одна в тишине, чтобы при этом... Я безумно люблю своего ребенка, но мне хочется погулять, не отвечая на вопросы все время. Подумать. Вот в тишине, подумать о жизни. Походить по улицам маленьких, красивых. И вот я не могу это сделать два года уже. Представляете, какой ужас. Я люблю в футбол играть. Такое желание, такое желание, я не могу уже насыпать. Тоже не хватает времени. Догу под забором. Владеша играла. И у вас просто так и не пошла. Юрий, а вот? А мне не было времени вообще. Шутки. Есть? А нет, да. Да нет, конечно. Опять заняться бегом, но никак. Ни сил, ни времени нет. Хотя, в общем-то, казалось, но 15 минут утром, да, не так же трудно найти. Я люблю путешествовать, но мне ничего для этого не хватает. Вообще ни времени, ни сил. Зашаваться. Ни финансово. Ничего. Я люблю, когда меня не вяжут. Кажется, что уже не хватает времени. Я люблю рыбалку, я люблю природу и тоже люблю бабу-дядю. В принципе, это все вместе, оно в своем области получается. Если я езжу на рыбалку, то я стараюсь уйти. Но мы говорим о том, что не получается. Что нет. Что не получается. Ну, не получается. Получается. Раз дюблю... Хотелось бы больше, но я стараюсь уделять времени этому. Я считаю... То есть это конкретно написано в расписании. Рыбалка. Да, если у меня появляется свободная минута, я стараюсь уделять. Что хочешь, чем получается. Понятно. Ну, ладно. Рай. Пока все получается. Все, что хочешь, все получается. Причем муж все желания удовлетворяет. Все. Замечательно. Еще часть. Замечательно. Ребила вас. У меня есть желание. У меня есть желание. У меня есть желание. У меня есть желание. Я купила уже картину, там, уже мать хочется мне, прям, начать. Она лежит, никогда не дает. Так приноси ее, я бы, если бы хочется. Ага. Начать занятия такие вот оздоровительные для позвоночника тоже не такие начнут. Ага. Хотя понимаем, что надо, да? Андрей, у вас? Сложный вопрос. Всего хочу и ничего не получается. Нет, скорее всего, не получается мне как бы отдохнуть продуктивно. Не получается. Хочется тоже, как Наташа, погулять и подумать, посидеть. Вот чтоб спокойно, знаете, чтоб без суеты, без этого, да, без какого-то переживания, без каких-то, без давления. Ну вот без давления мира этого. Хочется так вот расслабиться. А у тебя? Да, я подумала, что мне больше вот так не очень нравится, когда вот мы просто с семьей, вот ты и я, наши дети. Ну, честно, смешутка, у нас остался маленький, да. Вот, ну, действительно, вот как-то, ну, ловлюсь его на мысли. Как только мы остаемся вот так втроем, у меня постоянно в голове сидят какие-то дела, которые у меня все решили делать. Что-то много делать, да. И это неправильно. Неправильно. И я чувствую, что мне очень трудно так просто взять и расслабиться. И вот даже вот у него в парах гулять, а у меня в голове проекты. Я уже думаю, а вот в этой лекции я вот это скажу, вот это. То есть, казалось бы, вот все должно быть направлено на сына, там, на мужа, наше общение. Очень трудно отключиться. Вот тут вот какое-то идет такое постоянное включение в работу. Почему человек и бьет на вот это? Постоянно включить. Вот тоже вот очень люблю быть наедине. Жду лета, когда вот мы летом живем в лесу. Думаю, вот я уйду в лес утром. Иду в лес вроде бы, казалось бы. И до вечера вы меня не увидите. Но все равно в голове до вечера все вот это вот крутится. И очень сложно от этого уйти. Интересно, а у меня, наверное, как вот у Саши получается. Я всю жизнь мечтал быть путешественником, там, поездить по городам, по странам. И тоже побыть вместе с семьей. И что самое удивительное, Господь это так все раз и усмотрел. Мы путешествуем по стук колес, сидим с семьей в купе. С семьей, да. Особенно, когда вот дети с нами едут, потому что мы редко с собой не берем. Просто сейчас уже учеба началась. Поэтому они дома остались. Ну, по крайней мере, Ольга и Мишутка. А так все время же с нами они едут. И вот под этот стук колес читаем там писание, разговариваем, общаемся. Вот это время такое, которое мы проводим. Ни о чем не задумываясь, а так вот продуктивно и отдыхая. Ну, вот я вот все время пораживаю, что у Михаила это получается. А мне вот это почему-то не всегда получается. Мне нужно вот усилие предпринимать, чтобы могла есть вид. Вот раз, и вот ни о чем не думать. Вот, давайте прочитаем, что Экклесиаст об этом говорит. Книга Экклесиастам, пятая глава, седьмой и восьмой стихи. Если ты увидишь в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ним еще высший. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Естественно, так подумайте. Ведь у нас самый совершенный царь. Вот наш с вами царь. Самый совершенный царь. И почему-то мы в таких заботах погрязли, что даже вот каждый из нас, в общем, практически сказал, что... Времени не хватает на самые любимые занятия. Понимаете? Вот, казалось бы, но в чем дело, получается? В чем проблема? В чем проблема? Осуществить свои возможности, свои мечтания, свои переживания. Ну, понятно, вот когда есть пишут о притесненном бедному, у которого нет ни суда ни правды. Вот как ему нужен такой царь? Ну, казалось бы, у нас царь. У каждого из нас, да? Господь, личный Бог у каждого из нас. У каждого из нас любит. И тем не менее, мы все равно находимся в каких-то... Причем в внутренних тисках. Ведь каждый из нас практически сказал о внутренних тисках. Вот так подумайте. У каждого из нас есть возможность реализовать эту мечту. Нет. Ну, просто тут стоит выбор, как бы, или свое удовольствие, да, или, там, удовольствие, ну, скажем так, твоего ребенка. Ну, любая мать, мне кажется, ну, нормальная всегда, как бы, говорит, «Ладно, я еще успею, ты растешь, тебе надо, и вообще, куда я тебя дену?» Ясно, ну, полчаса в неделю... Полчаса в неделю — это не принципиальная вещь, конечно. Не принципиальная, ну, а где при этом ребенок будет находиться? Полчаса в неделю? Ну, где? Да, ясно, по-моему. Вот, хорошо. Или когда дети играют в песочнице? Посидеть, поразмышлять, погулять? Это хорошо, когда есть бабушки, дедушки. Ты сходи в футбол и часок поиграешь, чтобы ты не ешь и не ешь. Потому что, на самом деле, это как... Понимание, что вот эта дода пойдет на пользу, там, и это сильнее объявляет. Ну, то есть, мы все время думаем о притеснениях больше, вот, о притеснениях жизни. На самом деле, так и получается, что, ну, вот так сложились обстоятельства, ну, а что вот делать с этим? А вот у меня тогда вот это не получится. А что вы хотите в такой стране, да, от нас, от верующих? А что вы хотите, там, я же баптист, там, или я еще кто-нибудь? Или я мама, или там, я жена. Ну, я жена. Понимаете, то есть, мы практически, даже из самых любимых людей, практически делаем притеснители для наших вот желаний. Вот, понимаете, вот если как бы вот называть все своими нами, оно так происходит. Вот когда я это вдруг поняла, думаю, то есть, получается, то дело, которым я занимаюсь, которое я очень люблю, оно практически меня притеснять начинает. Понимаете? То есть, если даже во время молитвы, если даже вот во время созерцания всего потрясающего творения, мне трудно избавиться вот от этого притеснителя в голове. Ну, экклесиаст говорит, что это все левые отмазки у нас с вами. Дети там, обстоятельства, страна не та. Он конкретно говорит, превосходство – это царь, который заботится о нас с вами. У нас с вами самый совершенный царь. Почему же мы ищем обстоятельства, сваливаем все? Это левые отмазки, между прочим. Это нормальные абсолютно течения. Да, это нормальные, нормальные. Это жизнь. Это свойственно человеку. Я-то не виноват. Ну, так сложились обстоятельства. У нас царь такой. Вы знаете, вот читали вы или нет произведение «Солженицына ГУЛАГ»? Или Варлам Шаламова, который пишет о том, как он пребывал в этих лагерях. Или Николая Храпова. Вы знаете, совершенно потрясающие оды человеческому духу. Особенно, знаете, в книге Варлама Шаламова человек совершенно неверующий. Но то, как он описывает свободных людей в концлагере, свободных верующих людей в ГУЛАГах. Вы знаете, это действительно ода человеческому духу. Мы просто хотим прочитать из книги Николая Храпова «Счастье потерянной жизни». Вокруг небольшого костра, расположившись на багретых кустах сланника, с выражением глубокий скорби на почерневших от мороза лицах, мелодично и с чувством пели четыре человека. «Боже мой, Боже, к тебе вопию». На мгновение, посмотрев на них, Павел узнал, что один из них работал плотником, другой – столяром, остальные были ему незнакомы. Без слов он опустился на колени между двумя из них перед костром. Глаза полные слез поднял к небу, и хотя прерывистым, дрожащим голосом, не нарушая стройности пения и благовения, он запел вместе с ними. Павел с таким чувством пел этот гимн с братьями, что подобного наслаждения он не испытывал никогда. Глядя на небо, ему верилось, что с ними вместе в эти минуты пели и небесные ангелы. А где-то еще выше них стоял перед престолом Бога и Агнцы и внимал их песни сон святых старцев в белоснежных одеждах, уже прошедшие этот путь страдания. Да, это было действительно воскресное собрание, но не такое, в каких он участвовал когда-то в родном городе. Собрание, где бесчисленные сонмы небожителей соединились с этой горсточкой изможденных отшельников. Интересно было услышать, что эти же чувства высказали Павлу и остальные четверо братьев. В эти мгновения их сокрушенные сердца посетил Дух Святой и с такой силой, что один из них воскликнул, «Братья, а может ли быть еще большее блаженство, чем то, что мы, отверженные, приговоренные к смерти, испытываем здесь сейчас?» Знаете, у архимандрита Виктора Мамонтова есть одна потрясающая мысль. Это я, единственное, у него ее прочла, я больше нигде не прочитала вот в таком вот контексте, вот такими простыми словами. Он сказал так, что у каждого человека есть ангел-хранитель, но Бог поставил этого ангела-хранителя не для того, чтобы обереть человека от страданий, а для того, чтобы сохранить его душу. Вот это как раз то, о чем, мы сейчас все практически говорим об одном и том же, но просто мы как бы все это рассматриваем с разных точек зрения, где проще, где труднее, да всегда трудно. Понимаете, всегда трудно. Просто вот эти трудности, они разные, и все зависит от того, насколько человек вот внутри себя способен сохранить душу. Если он внутри, целостные личности. Ну, ломались же там, правильно, ломались. И много. Да, и много. У людей всегда есть выбор, сломаться или не сломаться, конечно. За похлебку ломались. И, в общем-то, чисто по-человечески, миром под солнцем можно это понять? Если все, голод такой, что уже нет никакой мочи терпеть, то тебе похлебку предлагают. Ломались же? У него прослеживается, просто в этой книге, когда я читал, у него очень сильно прослеживается отношение с Богом. Он каждой мелочи к Богу обращался. Помните, когда он эту тачку возил, он уже неплохую возить. А Бог раз его поставил, только у него образование было, там, каким-то небольшим там начальничком. Да. И одно еще заметно, он везде свидетельствовал, он везде о своей вере говорил, он трудился там очень сильно. И он понимал, что, вот даже когда в камеру его нечаянно закидывали, да, то политическим, то блатным. Он там раз так, политическим закинули, минут сорок там побывал, потом раз его убрали. Ну, такие там семена посевали, что... Что оба, все нужно было, да. Он покаялся один. Вот на эту тему еще замечательно сказал митрополит Антоний Зырушки, вот в своей книге «Жизнь, болезнь, смерть». Он говорит, когда он вернулся из молодежного лагеря, его отец спросил, по-моему, да? Да, говорит, я за тебя очень переживал, как бы там, ну, молодежь бегает, прыгает, там, не сломал бы что-нибудь, какие-то там травмы получил или еще что. Потому что сын говорит ему, ну, а чего ты волновался-то, ну, ну, сломал бы. Главное ведь не то, что там сломал руку-ногу или еще что-то. Отец так ответил, да, потому что это не имело бы никакого значения. Самое главное, я тревожился, чтобы не сломалась цельность твоей души. Вот цельность души, вот это самое важное, что… То есть самое ценное, это ради чего ты живешь. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Вы знаете, вот у Сергея Седова есть замечательный рассказ, называется «Черный снег». Ну, вот есть такой сборник современных русских, или как, современных российских писателей для детей. Вот совершенно случайно этот сборник попал к нам в руки, и мы там видели вот те рассказы, которые я в детстве не читала, но они современные. И вот вы знаете, вот этот «Черный снег», я просто хочу вам сейчас рассказать эту сказку. Однажды в одном детском саду выпал «Черный снег», в это время дети гуляли на улице. Ну, дети любят такие страшилки, да, для детей это сказка? Да, «Черный снег», да. Вот этот выпал «Черный снег», и он облепил всех детей, и когда этот снег… И они проразили всяких «Черных снеговиков». И когда этот снег растаял, ну, дети остались нетронутыми, но у них что-то изменилось в душе. Они стали злыми, они стали вредными, они стали мечтать. Девочки мечтали быть киллерами, мальчики мечтали быть бандитами. И… Родители собрались… Родители, конечно, забили тревогу, да, они пригласили специалиста. Специалист обследовал все это дело и сказал, знаете, есть один выход. Но он очень опасный. Но он очень опасный. И на следующее утро дети, когда вышли гулять с крыши детского сада, на них упали кучи снега. Белого. Белого снега. И дети превратились в белых снеговиков. Им быстренько к ним подбежали мамочки, это мама сбросила этот снег, сделали им прорези для глаз, там, для того, чтобы дети могли дышать. И в этом эксперименте отказалась сейчас только одна мама. Она сказала, пусть почему ребенок станет киллером или бандитом, чем я буду подвергать его здоровью риску. Но она зря волновалась, потому что снег растаял, и дети опять стали добрыми, и опять стали мечтать о том, о чем опять мечтают дети. И что самое интересное, все их мечты сбылись. Тот, кто мечтал быть хирургом, стал хирургом. Тот, кто мечтал быть космонавтом, стал космонавтом. И не сбылась мечта только у одного ребенка, вот у этой мамы. Он, правда, не стал киллером, он не стал бандитом, но он стал учителем. И всю жизнь был недоволен своей зарплатой. Вот такая сказка Сергея Седова. Вы знаете, очень такая философская сказка, очень умная сказка. И, к сожалению, действительно, не важно, кем ты станешь, а важно космонавтам или учителям. Но вот в душе что у тебя? Вообще, как ты идешь по жизни со своим состоянием в душе? Даже не важно, в какой профессии, и не важно, где. Потрясающая сказка. И вот у Александра Зацепы есть такое стихотворение «Письмо к Богу». Это письмо было найдено в кармане Шинелю одного из солдата, который погиб во время Великой Отечественной войны. Вот это стихотворение. Белый стих. Такой белый стих. «Послушай, Бог. Я никогда с тобой не говорил. Но сегодня мне хочется беседовать с тобой. Мне с детских лет твердили, что тебя нет. Но каким, оказывается, жестоким может быть обман. Вот сегодня я лежал в яме, вырытой гранатой. Смотрел на звездное небо. И мне все открылось. «На полночь у нас назначена атака. И бой будет жестоким. Если я сегодня к тебе постучусь, ты примешь меня? Прощай, мой Бог. Мне с тобой было хорошо. Но, кажется, я уже плачу. Вот сигнал. Пора. Иду. Но смерти теперь я не боюсь». То есть, опять-таки, перед лицом любой опасности в своей жизни каждый человек сам выбирает. Кем ему быть вообще и что выбрать? И сейчас такие вопросы для личного размышления. Какой библейский герой ближе всех вам по цельности своей души, в цельности души? Библейский герой. Да. Ну, тут мы сразу говорим, давайте, вот, Иисус Христос, ну, это совершенная личность, да? Вот, кроме Господа Христа, библейский герой, да, какого вы видите? То есть, каким герой вы могли бы себя из Библии героем олицетворить? Какое литературное произведение школьной программы вам ближе всего по характеру главного героя, по цельности его человеческой души? Ну, и в каких и чьих притеснениях вам трудно сохранить цельность своей души? Вот просто мы немножко поделимся, может быть, своим опытом. Вот по третьему вопросу, как правило, дают ответы, вот, относительно домашних людей. Вот, и женщине легче всего, скажем, сохранить цельность своей души на работе, даже перед начальником притеснительным, но так трудно сохранить цельность мужем. Мужчине легко сохранить цельность своей души там на работе или даже там где-то несправедливость в церкви или еще где-то, но так трудно сохранить с капризным ребенком. Вот просто интересно, что вот то, что ближе к нам, то, что вот как бы вот касается лично нашего сердца, вот там почему-то цельность свою сохранить труднее. И вот тоже, знаете, вот совершенно замечательный такой момент, который можно в группе поднять. Это наша жизнь, мы здесь живем. Да, вот каким образом имеет царя выйти из состояния угнетенного? Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.